Здравствуйте! Вы смотрите новости МТРК. В студии работает Александра Солмина и сейчас коротко о главном. Порядка 7 миллионов тенге на ремонт. В Петропавловске в этом году обновят 6 детских садов. Автомобиль за отличную службу. Лучших инспекторов полиции отметили в областном департаменте внутренних дел. Юные таланты мечтают стать звездами. В Петропавловске прошел кастинг на участие в детском вокальном проекте «Баллада УСА». И обо всем подробнее. Кадровые назначения. Распоряжением главы региона Ерика Султанова, его заместителем по вопросам индустриализации и инновации назначен Ратмир Ахметов. Он родился в 1984 году в городе Балхаше Карагандинской области. Окончил Академию транспорта и коммуникаций, Университет технологии и бизнеса по специальностям инженер и бакалавр экономики. Трудовую деятельность начал в 2003 году. За это время поработал менеджером по транспорту и оформлению таможенных документов в товариществе с ограниченной ответственностью «Такленд». Был главным специалистом отдела управления эксплуатацией, мобилизационной подготовки и развития автодорог. Стоял во главе управления строительного комитета автомобильных дорог. Был заместителем директора одного из департаментов нацкомпании «Казавтажол». Руководил управлением строительства Северо-Казахстанской области. Был советником Акима нашего региона. До настоящего времени занимал должность управляющего директора «Казавтажола». И мы продолжаем. Проблемные вопросы сферы образования обсудили на заседании общественного совета в городском Акимате. О школьном питании, повышении квалификации педагогов и ремонте учреждений образования расскажет Ксения Куценко. Прошла уже половина летних каникул. Особое внимание нужно уделить проблемным вопросам и решить их до начала нового учебного года, говорят педагоги. В частности, на общественном совете Петропавловска обсудили работу школьных столовых. Гульмира Каримова докладывает, горячим питанием обеспечены все средние учебные заведения города. Такие услуги предоставляют 20 предприятий. В три школы обеды привозят. Однако необходимым нормам соответствуют не все. В ходе проверок департаментом по защите прав потребителей была выявлена слабая материально-техническая база школьных столовых. Направлены санитарные предписания 12 учреждений образования. По устранению предписаний, мне хотелось бы сказать, что проведены следующие виды работ. На приобретение кухонного оборудования отделом образования выделено 7 млн 666 тысяч тенге. Работа персонала столовых иногда оставляет желать лучшего. Напомню, прошлым летом в одном из лагерей дети отравились по вине повара. Члены совета отмечают, такой факт не должен повториться, а значит здесь необходим жесткий контроль. Чтобы не допускать дальнейшие нарушения на пищеблоках или в деятельности предпринимателей, которые оказывают услуги питания, был заключен меморандум на производственный контроль. И ежеквартально индивидуальные предприниматели самостоятельно предоставляют продукцию, предоставляют другие вещи, моменты в лабораторию, проводятся лабораторные исследования. Затронули и проблемы повышения квалификации учителей и прошедшую аттестацию школ, с которой не все справились. А еще актуальный вопрос в летний период – ремонт. Подлатать крышу, покрасить кабинеты, подкупить необходимые компьютеры. 278 млн тенге в этом году выделено из бюджета на подготовку учреждений образования к новому учебному году. Много вопросов есть у членов совета и к организации работы в дошкольных учреждениях. Почему в одном детском саду, допустим, подушевое финансирование 7 тысяч тенге, а в другом детском саду, почему 25 тысяч тенге? В государственных садах этого вопроса нет, а в частных садах, в садах с частным партнерством эти вопросы есть. Руководить бизнесом мы не имеем права, но мы хотим услышать их ответы. Остров Петропавловский до сих пор стоит и проблема обеспечения малышей местами в детсадах. К 2018 году ее обещают решить, а пока необходимо активнее привлекать к этой работе бизнесменов, говорят члены общественного совета. Заинтересовать инвесторов, вкладывать деньги именно в этот вид бизнеса, дошкольного воспитания. Это предоставление земельных участков, это за счет бюджета коммуникации, это участие в сносе, если это, допустим, освобождаемая территория, за счет бюджета. И гарантия долгосрочной эксплуатации. По всем вопросам члены совета вынесли рекомендации. Следующая встреча состоится в августе, на которой обсудят работу пассажирского транспорта. Ксения Куценко, Михаил Казначеев. Новости МТРК. Больше двух миллионов тенгена капитальный ремонт яслей сада «Солнышко». В этом году в дошкольном заведении заменят полы в коридорах и окна. Компания «Сантехэлектромонтаж» к работам приступила 22 июня. Что сделали за это время, узнаете из материала Алены Подласовой. Этому зданию уже больше 40 лет. Открылся яслей сад «Солнышко» в 1975 году. Его посещают около 200 детей. Последний раз ремонт здесь делали в 2009-м. Меняли крышу. Теперь работы ведут в коридорах. Устанавливают двери, оконные блоки и кладут на пол плитку. Реконструкцию делают по государственной программе «Дорожная карта занятости». На это из городского бюджета выделено более 2 миллионов тенге. Подрядная организация ТО «Сантехэлектромонтаж». Работы ведутся в срок. Выполнены тоже будут в срок, я надеюсь. Потому что те темпы работ, которые на сегодняшний день я наблюдаю, они позволяют быть уверенным. Сейчас заменены окна уже. Но окна еще поставлены, только запенены. Отделка еще ведется. Ремонт начали 22 июня. Сейчас укладывают керамогранитную плитку. Ее привезли из России. На объекте работает Вячеслав Иванюк, строитель с 30-летним стажем. Сделано уже более 50% плитки. Много подрезки идет. Площадь 60 квадратов. Плюс сапожок идет. Еще квадратов 10. Пять окон здесь уже поменяли. Осталось еще одно. Работы планируют закончить к середине августа. В этом году ремонт проведут в шести петропавловских детсадах. На это из городского бюджета выделено около 7 миллионов тенге. Всего в областном центре 25 государственных садов, 9 частных и 27 мини-центров. Алена Подласова, Казбек Арыкбаев. Новости МТРК. Далее у нас реклама. Не переключайте канал. Впереди вас ждет много важных и интересных новостей из жизни региона. Статистические исследования выявили, что дети дошкольного возраста 75% времени в день проводят в стенах своего дома. Подростки и студенты – до 50%. Люди от 25 до 60 лет – не менее 55. А люди пенсионного возраста дома находятся примерно 70% времени. В итоге человек, чья продолжительность жизни в среднем 70 лет, 60% от нее проводит дома, что равняется 42-м годам. Ваш адрес, этаж, количество комнат, планировка – это не про вашу квартиру. Это про вашу жизнь. Казградстрой. Строим для жизни. Приглашаем вас в ресторан «Классик». Прекрасная кухня, разнообразное меню, блюда восточной и европейской кухонь и богатая винная карта. Ваш вечер украсят живая качественная музыка и великолепный вокал. Для проведения торжеств предлагаем 4 комфортных банкетных зала. Есть комната для курения, детская комната и Wi-Fi. У нас возможен расчет и с помощью электронных карт. Мы организуем для вас любой праздник – от делового обеда до банкета и свадьбы, дня рождения или юбилея компаний. Оформим зал и составим развлекательную программу. Отличный сервис, роскошная сервировка и изысканные блюда – все это ресторан «Классик». Ресторан «Классик». Улица Абая, 64. Классик. Увица Абая, 64. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем. На 12,5 миллионов тенге госорганы области завысили цены на сайте госзакупок. Одни в три раза увеличили стоимость квадрокоптера, другие в качестве служебного выбрали автомобиль семейного типа с низкой посадкой. В департаменте по делам госслужбы усомнились в целесообразности таких покупок. Об итогах работы ведомства рассказывает Ольга Файзулина. Семь объявлений о закупках госорганов отменили. Специалисты департамента по делам госслужбы заинтересовались покупкой бензина, медикаментов, моторного масла, грузового автомобиля. Их стоимость была явно завышена. Например, для лесхоза Мамлюдского района намеревались приобрести квадрокоптер в три раза дороже рыночной цены. А главврач центральной больницы района Макжана Жумабаева в качестве служебного выбрал автомобиль семейного типа за 6,5 миллионов тенге. Параметры мы посмотрели. Это получилось у нас Kia Currency. Семь мест, комфортабельные, с низким клиренсом. То есть дорожный просвет очень низкий, для района он крайне неудобный. Тем не менее, планировалось такой автомобиль закупить. Мы написали письмо, этот вот они убрали. Нарушил закон и сотрудник отдела образования района Макжана Жумабаева. Во время повышения квалификации в прошлом году он уехал за границу. Этот факт вскрылся только недавно. Теперь средства, выделенные на обучение, вычтут из зарплаты, а сертификат аннулируют. В этом году в департамент поступило порядка 50 жалоб на некорректное поведение госслужащих. На основании обращений к граждан дисциплинарной ответственности привлечено 14 государственных служащих. Два человека было уволено. Совместно с местной полицейской службой проведены рейдовые мероприятия по выявлению фактов использования госслужащими служебного транспорта в личных целях. Всего с начала года выявлено два факта нарушения. Выявлены нарушения в 23 организациях. По итогам проверок сотрудники департамента направили им рекомендации для устранения. Кстати, анализ работы госорганов проводится выборочно. Сейчас на контроле ведомства отдел земельных отношений Казалжарского района, управление здравоохранения, больницы, поликлиники. С предложениями и замечаниями по работе этих организаций можно обратиться в департамент по делам госслужбы. Ольга Фаизулина, Жулцбекер Муканов, Новость МТРК. Лето. Пляжи переполненные. Североказахстанцы в поисках защиты от зноя купаются в водоемах, которые находятся вблизи дач, трасс и сельских населенных пунктов. Они, как правило, не оборудованы для купания. О трагических последствиях отдыха на воде спасатели рассказали журналистам на брифинге в департаменте по чрезвычайным ситуациям. Подробности далее. 11 июля дети плыли на надувном матрасе. Его подхватило течение реки. А уже за бойками случилась еще одна неприятность. Плавсредство сдулось. ЧАЭС произошло прямо на глазах спасателей. Уже потом на пресс-конференции журналисты узнали, девочкам, которых чудом удалось спасти, было 8 и 12 лет. На городском пляже они находились без родителей. Хотелось еще раз обратиться к родителям. Сейчас летние каникулы. Дети находятся все на каникулах. Чтобы лишний раз больше выделяли внимание имя своим детям. Не допускали их нахождения возле воды без присмотра. Так можно вообще огородили. В городе имеется у нас два пляжа оборудованных, которые официально открыты. Два пляжа – это озеро Пестрое и центральный пляж на реке Ишим. В остальных местах купание запрещено. Надеяться на свои силы не стоит и взрослым. На прошлой неделе у колодачного общества «Каскад» в районе Петропавловского гидроузла утонул мужчина. Не справился с водной стихией и житель Айртаусского района. Он был на рыбалке с другом. Решил искупаться и выпрыгнул из лодки. Его знакомый даже не заметил, как тот скрылся под водой. Хочу довести несколько рекомендаций по обеспечению безопасности на воде. Основные правила, чтобы избежать несчастного случая на воде. Ни в коем случае нельзя купаться и тем более нырять в незнакомых местах. Не купайте в местах, где установлены предупреждающие плакаты о запрещении купания. Не выплывайте на судовой ход и не приближаться к судам. Не выплывайте на надувных матрасах или кругах далеко от берега. С начала купального сезона спасатели не дали утонуть трём десяткам человек, восемь из которых дети. Ольга Файзулина, Тимур Ахматуллин. Новости МТРК. С начала купального сезона в области утонули 11 человек. Пятеро из них – дети. Чтобы избежать трагедии, спасатели каждый день проводят рейды вблизи водоемов. Денис Севков тоже побывал на пляже. Правда, искупаться ему не удалось. Здравствуйте. В рамках месячника по безопасности на воде Департамент по актуристальным ситуациям проводит рейдовые мероприятия. Такие рейды спасатели проводят ежедневно. Вручают североказахстанцам памятки и листовки. Напоминают им о правилах безопасности во время купального сезона. Мы соблюдаем правила безопасности на воде. Купаемся специально в отведённых местах, на пляжах. Чтобы не было никаких недоразумений, чтобы дети, потому что очень много гибнет, мы за своими детьми следим. В Петропавловске спасатели дежурят на двух пляжах – на озере Пёстром и реке Ясиль. Но мест, где купаются и взрослые, и дети, в области насчитываются сотни. Поэтому уследить за всеми просто невозможно. Очередное ЧП на воде случилось в Ясильском районе 11 июля. Было жарко, и 18-летний парень решил искупаться. Место выбрал не оборудованное, далеко заплыл, не рассчитал силы, и его унесло течение. Тело молодого человека спасатели пока не нашли. Приехал к родственникам и решив искупаться, по неосторожности утонул. Но от этого никто не застрахован. Всегда требуется соблюдать технику безопасности, купаться в строго отведённых местах. И, конечно же, не оставлять детей без присмотра. Вода, особенно в озёрах, сейчас тёплая. В понедельник, несмотря на пасмурную и дождливую погоду, желающих искупаться на пёстром было немало. Но никогда не нужно забывать о том, что вода – это в первую очередь стихия. Справиться с ней под силу не каждому. Часто ли случается ЧАЭС на воде? Пожалуй, да. Об этом свидетельствует неучительная статистика. С начала года 11 североказахстанцев так и не смогли выбраться из водной стихии живыми. А самое страшное, что пятеро из них – дети. Денис Севков, Живудузбек Ермуканов. Новости МТРК. Благодарственные письма, грамоты и ключи от служебного автомобиля. В департаменте внутренних дел наградили лучших инспекторов. Также стражи порядка подвели итоги работы местной полицейской службы за полугодие. Подробности прямо сейчас. Местная полицейская служба действует всего полгода. По словам стражей порядка, за это время многие показатели их деятельности улучшились. К примеру, преступлений в общественных местах и на улице стало на 13% меньше. На 35% сократилось число правонарушений в семье. Создание местной полицейской службы подвела нам в Россию. Два важных вопроса вопроса – усилие, роль ответственных наездных исполнительных, оручения общественного порядка и развития системы профилактики на местном уровне. Благодаря профилактике на четверть стало меньше происшествий и на дорогах области, говорят полицейские. А вот нарушение правил дорожного движения зарегистрировано 25 тысяч. Это больше на полтора процента. Водительских прав лишились свыше тысячи автомобилистов. Тех, кто отличился на службе, сегодня поощряют. Благодарственные письма, грамоты Департамента внутренних дел и подарки сегодня получают 14 полицейских. А ключи от служебного авто – лучшему участковому Петропавловска. Жекслык Исмаков вместе с еще четырьмя стражами порядка несет службу в одном из самых неспокойных районов города – рабочем поселке. Здесь проживают порядка 20 тысяч человек. Говорит, знать каждого в лицо – это его обязанность. Большое количество подучетных лиц. В основном у нас работа с ними. Проводим профилактику на участке, чтобы не допускали преддальнейших преступлений. Я сам изучил свой участок. И народ знает меня, поддерживает. Участок уже ксылыка большой, поэтому и новенькая Нива в работе точно пригодится. К слову, сегодня с материально-техническим оснащением у стражей порядка проблем нет. В марте при поддержке Акимата на сессии областного маслехата на нужды местной полиции выделили 300 миллионов тенге. Александра Салминак, Азбек Ирагбаев, Новости МТРК. Проблемные вопросы государственной регистрации нормативно-правовых актов обсудили в Департаменте юстиции. Представители местных исполнительных органов и прокуроры говорили о нарушении сроков сдачи документов, а также необходимости вернуть половину регламентов на доработку. Отмечу, в прошлом году органами юстиции было зарегистрировано 539 нормативно-правовых актов. Это на 12% выше показателей 2014 года. Принятие этих новых нормативных правовых актов позволит еще больше защитить права социально уязвимых граждан, обеспечить лучшую занятость населения, снизить молодежную безработицу, женскую безработицу, то есть выполнить те задачи, которые поставлены Дорожной картой занятости 2020. К другим темам. Кто представит Северный регион на главном детском вокальном конкурсе страны? В Петропавловск на кастинг «Баллада УСС» съехались юные артисты со всей области. Какими качествами нужно обладать, чтобы стать звездой, узнавала наша съемочная группа. «Баллада УСС»! Под прицелом телекамер, возможно, будущие звезды. Эти юные артисты съехались со всей области. Петь для судьи сегодня будут больше 60 девчонок и мальчишек от 7 до 13 лет. Одинаково волнуется сегодня каждый из них. Я вот дрожу, когда я выхожу, но я когда начинаю петь, танцевать, про все забываю. Нурай в Петропавловске на каникулах у бабушки. Узнала про конкурс и не смогла упустить шанса спеть перед звездными наставниками. Любовь к музыке унаследовала от мамы профессиональной певицы. Она учит ее обращаться с голосом и подбирать репертуар. Больше нравятся джазовые композиции. Говорит, они подходят ей по характеру и показывают всю мощь вокала. Сегодня это особенно важно. Ребята поют акапельно. А пока за кулисами к выходу готовится Оружан Турсенбекова. Девочка приехала из Акаинского района. Петь очень любит, но с преподавателями не занимается. И вот она уже на сцене, держится уверенно. Исполняет зажигательную композицию. Да так, что даже судьям тяжело усидеть. Я только улыбаюсь, улыбаюсь, невесомость и поверь. Стартовал конкурс 14 мая. Творческая группа в поисках самых талантливых детей уже исколесила 9 регионов. Всего пройдет 16 кастингов. От ребят ждут искрометного пения, но и без наличия харизмы на сцене никак, говорят наставники. Из десятков конкурсантов сегодня в гранд-финал пройдет только один юный артист. Однако остальным расстраиваться не нужно. Это огромный опыт. Каждый ребенок, каждый артист, который сейчас на сцене существует, он в свое время проходил через все эти тернии. Это психологически готовят его как артиста. Ну и профессионально он получит огромный опыт, работая с профессионалом. А тех, кто пройдет дальше, ждут две недели в «Звездном доме». Полуфиналисты со всего Казахстана будут учиться вокальному и актерскому мастерству. Уроки получат от известных исполнителей. Специально для каждого напишут песню и снимут клип. А вот когда состоится гранд-финал и где родится новая звезда, организаторы пока держат в тайне. Александра Солнина, Жилдузбек Ермуканов, новости МТРК. И о спорте. Североказахстанские гиревики вернулись с чемпионата республики. Он проходил в Астане. От нашей области участвовали 19 спортсменов. Победителями стали Михаил Вологодский и Владислав Третьяков. Они выступали в весе до 73 и до 78 килограммов. Кстати, Третьяков в рывке установил рекорд страны. Он поднял гирю в 83 раза. Среди девушек весовой категории до 58 килограммов первой стала Мария Наумова. В общекомандном зачете наша сборная в шестой раз подряд завоевала золото. Эти соревнования были отборочными. Девять сильнейших поедут на чемпионат мира. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Смотрите новости МТРК и всегда будьте в курсе событий. До встречи. О погоде на четверг 14 июля. Переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, скорость 4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18. Днем 20-22 градуса выше нуля. Редактор субтитров А.Семкин